Довить иммунную систему нельзя, потому что тогда будет еще одна инвазия, что и бывает с больными. Мероприятие состоялось по инициативе общественной организации Лига Женщин КФУ. В Казанском федеральном университете работают представители прекрасного пола, чьи имена при упоминании вызывают самые высокие слова признания. Это и ученые, и преподаватели, а также сотрудники кафедр и лабораторий. Лига Женщин – это генерирующая сила для укрепления корпоративной культуры университета. Общественная организация, которая проводит и политику повышения знания, политику участия женщин в общественной жизни. Ну и вот и благодаря ей мы участвуем и в конкурсах, например, городских и республиканских. В общем, у нас много лауреатов. Ну это наша жизнь, мы уже привыкли, все перезнакомились. Несмотря на то, что современному человеку предоставлен доступ к интернету, телевидению, а также к средствам массовой информации, большинство из них не образованы в части последних достижений биологии. По этой причине множество фейков и мифов, связанных из COVID-19, оседают в их головах. Члены Лиги Женщин Казанского федерального университета настроены опровергнуть всю недостоверную информацию о самом заболевании и путях борьбы с ним. Даже наши студенты несколько фрустрации и удивлений бывают иногда от того, что мы там исследуем. А не биологи вообще живут в стране иногда белых единорогов и розовых пони. Это лишь первая лекция цикла биологизации образования в КФУ. По словам Альфии Фатаховой, по итогам данной лекции будет выработана стратегия по организации следующих выступлений. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюс. Продолжение следует...